Не прошло и недели, как я собралась снимать продолжение. Вот уже второй цветонос расцвел на этой котлее. Я так подозреваю, что этот цветочек кто-то опылил. Странненький он такой. Ну ладно, это такой миниатюрный дендрофаленопсис. Кто видел заседание нашего клуба, я ее носила туда. Конечно, сейчас дендрофаленопсисы, это их время, они цветут. Это дендробиум Little Princess Blush. Она у меня стояла как-то в дальнем углу, я ее не пересаживала. И, конечно, когда она расцвела, я ее достала. Я поняла, что в горшочке что-то творится. И вот я ее сразу пересадила. Опять же, мох на дно положила и кору. И так, камушки сверху для утяжеления. Ну, пока что ничего с ней не произошло. Уже, наверное, неделя прошла. Никаких цветочков она не скинула и продолжает открывать свои бутоны. Дендрофаленопсисы надо поливать, конечно, когда они распускают свои бутоны, потому что они скидывают их. Есть у меня такой экземпляр. Покажу попозже. Очень красиво, пышно, конечно, цветет. Надо было раньше спохватиться, пересадить. Ну, вот так вот. Это мой мэрмэйд, о котором я рассказывала. Ну, а это одна из моих целлогин. Это целлогина спесиоза. Вот такое вот пышное цветение в этом году. Уже пара цветочков отвалилась. Один из них. И вот такие вот, раз, два, три, четыре, пять цветоносов. Цветы крупные. Вот вы видите, этот уже отсветает. И он постепенно, постепенно такой меняет окраску. И на смену ему выходит один, еще один новый красавчик. Очень здорово. Порадовало он меня в этом году. В таком монокерамическом горшочке растет мох. Ну и столько цветоносов, конечно, это здорово. Красивые цветы. Люблю целлогины. Очень люблю. Это следующая такая красавица. Распустилась. Она в моем уходе уже второй год. Я когда-то ее увидела цветение и нашла себе. Это тоже гибрид майкай, как и литер мэрмэйд. Вот видно, да, что все-таки губа такая. Это уже отсветает. И здесь тоже эти крапушки. Здесь, конечно, цветок намного. Тамирик лун. МК. запах у нее тоже просто невероятный. Я не знаю, наверное, майкай так пахнет. Я уже не помню. И, конечно, можно утонуть в этом граммофоне. Цветы очень крупные. лепестки, наверное, все 6-7 сантиметров, наверное, точно. И этот граммофон очень красивый. И 4 цветочка в этом году. Там еще два бутончика. Но она растет как-то так вот странно какими-то изгибами. Вся такая какая-то она... Это вот тоже немножечко так вот. Но есть такие вот какие-то непонятные изгибы. Но это прям вот... Я ее, конечно, еще пытаюсь выравнивать. У нее как-то вот листья даже... Вот один неудачно повернула и все. Вот видите, на заднем плане прям вот лист так вот как-то изгибается. Такие они, конечно... только что отвалился. Вот так вот осыпается моя красавица. Все, что от нее осталось, они уже уходят. Она пойдет на покой. Красивая. У нас еще раннее утро. Очень раннее. Птички поют. Солнышка нет. Поэтому такое естественное освещение. И на солнышке, конечно, она переливается. Это следующая орхидейка. Она у меня, кстати, не цвела. Мистик... Банфил Диара... Банфил Диара... Мистик Мейс. Я помню, что у Светочки она была из Америки. И вот как-то она у меня очень плохо росла. И я ее вот так вот посадила пару месяцев назад. Вот видите, опять же мох. Как корешкам понравилась влага внутри. Снизу которой и очень... Смотрю, новые ростики. Как-то буйбочки стали... Немножечко... Наливаться. Корни не пропадают. Потому что все-таки за антицидиумной группой как-то... Ну вот не удается мне еще найти такой шикарный подход. Потому что то недолив, то перелив. И в общем... Раз, два, три... Четыре, пять, шесть, семь... Семь, восемь цветочков. Красивые такие звездочки. Ну, конечно... Не удивишь уже этой орхидеи. Но все равно... Это на заднем плане раскрывается моя... Страдалица. Моя Френч Роуз. Конечно... Любили ее. Три цветоноса было съедено. Сначала один. Потом она выпустила другой. Потом другой. Потому что у нас были дожди. И... И... В общем, не повезло ей в этом году. Ну... Все равно два цветоноса. Вот она их растит. Это малыш. Сафронитис. Я тоже его носила. И вот сегодня... Сейчас утром вышла. Думаю, что там такое? В этом ростике. Вроде бы раньше не наблюдала. И вот я так понимаю, что еще один бутончик растет. Все-таки эти... Маленькие... Котлейки. Здоровские. Я ее ращу с фласочного размера. И, конечно... Здорово, когда зацветает. Когда ты получаешь результат. Я не знаю, если получится видео очень длинным. Я, наверное, разделю его на две части. Потому что не снимаю сейчас очень часто. И... Времени очень мало. Много работы. Пытаемся сделать еще огород наш на заднем дворике. Это я показываю. Это моя новинка. Я увидела ее цветочки. И мне вот захотелось ее... Такая она красивая была на солнышке. Прямо такие и венки, и крапушки, и все в ней есть. Такая яркая у нее все-таки получается губа при солнечном свете. Но мне понравилось, что она такая небольшая. И два новых ростика. И она уже цветет. С двух ростов сразу. Вот такой гибрид. Я еще не разбиралась. Полностью в ее корнях. Ну... Красотка. Шикарная. Так. Ну, а это, конечно... Вот они и две вошли. Время катасетумов, да? Зацветает одна за другой. Это, конечно, что-то невероятное. Мои желтые лебеди. Два цветоноса в этом году. Обалденный. Она только набирает цвет. Еще такой салатовый немножко есть. Запах уже начинает проявляться, конечно. У нас без десяти семь утра. Сейчас сразу покажу тогда. Вот такая температура. 18,7. 82 процента влажности. Был небольшой дождик. Ночью. Ну и вот... Вот о чем я говорю, что она перевешивает. Конечно, это... Это бульба. Это... Огромная выросла в этом году. Два цветоноса. Сейчас наклоню ее. Какая же это красота. Я, конечно, влюблена в эту орхидею. Уже не раз говорила, когда она у меня расцвела первый раз. Не помню, сколько там было. Очень мало было цветочков. Но я влюбилась. И, конечно, я себе купила еще красную форму. Windy Light. И я уже говорила в предыдущем видео, что мне не повезло. Был дождь тоже. Она была под большим дождем. И один цветонос был съеден или испорчен. Но она наращивает еще два цветоноса. Она все-таки хочет меня тоже порадовать. Ну, это просто... Еще одна моя жемчужина, да? А это первый раз для меня. Я вживую вижу первый раз цветение маниериары. У нее темнее цветы, я хочу сказать, чем у черной жемчужины. У нее реально они темнее. Всего шесть цветов. Ну, они темнее. И, честно говоря, когда она выпустила цветонос, бутоны были салатового цвета. И я думаю, вот я ее ращу уже какой-то третий год, наверное, или четвертый. Думаю, а это ли у меня орхидея. Ну, бирка вроде бы покупала вот такого хорошего продавца. И постепенно, постепенно, куда ты поворачиваешься? Иди сюда. Постепенно, постепенно бутоны темнели с их ростом. И она, конечно, распустилась красавицей. Она, кстати, намного компактнее. Бульбы совсем не такие огромные. Совсем маленькие. Или вот эта вот лошадка. Все 20 сантиметров. И это, наверное, 10 сантиметров нет. Поэтому, конечно, можно выбирать. Ну, очень красивый тоже. Аромат у них такой, как у катасетумов. Мне кажется, немножечко идентичный. Такой терпковатый, но очень приятный. Какими-то специями, какими-то, в общем, благоуханиями. Ну, на мой взгляд, мне очень нравится. Поэтому вот так. А здесь это... Я пересаживаю. Это мои мальчики-зайчики. Я их когда-то называла. Было целый такой... Целый этот горшок. Даже не назовешь его горшком. В общем, когда-то цвела. Она у меня, наверное, в том году. И прям были... Так много было этих цветочков. Я их назвала. Как хор мальчиков-зайчиков. Такие они маленькие. Как зайки. Очень интересные, конечно же, если разглядывать. Вблизи каждый цветочек. Очень-очень интересно. Оцветает. Тут еще один расцветает. В общем, конечно, не такое пышное цветение. Они у меня висят сейчас вместе с вандами в моем вандовом домике. Это еще один катасетум набирает там цвет. Да, кстати, где? Вот и Red Wine рассказала про нее. Ну, а эта псевдобульба, конечно, она не умерла. Ее так подвязала. Ну, не знаю. Держится. Ну, кстати, одна вандочка тоже расцвела. Я, конечно, не помню, чтобы у меня ванды в этом году в это время расцветали. Но им очень понравилось в новом домике. И они начинают постепенно-постепенно расцветать очень много с бутонами. Красивая, нежная принцесса, принцесс Микаса Алба. Я решила все-таки вас быстренько на пару минуток перенести в мою вандовую комнату, можно сказать. И вот расцветает на мое удивление опять. Второй раз получается в этом году. Только первые цветочки открываются. Это гибрид такой. Красивая, конечно, она... Я всегда говорила, что она мне много цветов не выдает. Но вот второе цветение тоже такое. И вот на заднем плане еще. Конечно, понравилось им здесь немножечко солнце увеличить. Ванды, конечно, любят солнышко. И там цветонос. Я сама, я просто была удивлена. И начинают меня радовать это первое цветение. Будет моего детского сада, который я выращиваю с очень маленького размера. Это будет для меня неожиданностью, первым цветением. Ну, для первого цветения такой приличный цветоносик. Ой, какая красота у меня здесь расцвела. Первый раз, кстати, тоже. Это моя большая ванда начинает тоже выдавать цветонос. Это еще один мой малыш. Вот он сиреневый на картинке. А цветочки почему-то красные. Ну, ладно, посмотрим, что вырастет. Ну, в общем, вот так вот выглядит мой маленький домик. Кто не видел, не знает. Ну, и вот то, что мы здесь. Траву новую постелили. Камушки. Вот так вот выглядит. Там вот мой еще один гринхаус. Ну, в общем, вот так вот мы трудимся. Здесь у меня это вот то, что я рассказала. Дендра как, 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 как. Это мои фаленопсисы. Это вот дендра фаленопсисы. То, что я раньше сказала. Вот я не полила их, если бы я не убрала с моего этого гринхауса. Может быть, они бы, конечно, получали немножечко дождя. И бутончики бы не желтели. Но так как у них цветы очень крупные, у этого дендра фаленопсиса, конечно, им нужна подпитка. Такой красивый цветонос. Ну, к сожалению, вот три цветочка желтеют. Но все равно я очень рада. Очень красивые. Они очень долго держат свое цветение. Просто обожаю. Очень красивые. Так, я вас уже кормила. Что вы там сидите? И это еще один из моих любимых дендра фаленопсисов. Очень тоже красивый. Цвет не показывает правдивый. Ну-ка. Как вот? Вот так вот, наверное, да? Вот такой вот он. Насыщенный, такой темный. Обалденный. Выпускает еще один вот цветонос. Тоже я их недавно пересаживала. Очень красивые. Конечно, они такие крупные, но обалденные просто. И так интересно, как она выдала мне. Разветрелилась. Она уже цвела, как вы видите, с этих цветоносов. Было два цветоноса. Она цвела. Потом она нарастила. Здесь еще детка растет. Конечно, интересно еще потом, если это еще детка расцветет. Вот. Ну и корешки вот она выдает. Конечно, интересно. Что это вы тут кушаете? Господи, всякие гадости. Конечно, на улице выращивать одно удовольствие. Везде есть свои плюсы и минусы. Это еще одна красавица. Утром пила кофе. Смотрела тоже королей и королев светаных из Америки. У нее Blue Planet, а у меня красивая такая тоже. Первый раз, кстати, тоже для меня расцвела. Дендробиум Airway Blue. Она хотела зацвести, но кто-то съел. И вот первый раз она расцвела. Красивая такая белая окантовочка. Ну, для первого цветения, я считаю, хорошо. И когда ты зацветаешь, конечно, от фласочного размера. Очень это радует. Ну, в общем, наверное, в принципе, и все. Все, что, наверное, я... Все, что цветет, да, в данный момент. Все, что распустилось. А так я... А, вот еще, смотрите, какая у меня здесь красота. У нас дело к зиме. И вот такой вот огромный, конечно, огромный пышный кустик. Начинает расцветать. Здесь его белая форма тоже. Весь усыпанный бутонами. Ну, красиво. 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 Не да. Сomоро. Лучше. Насло. Одно. У меня здесь есть все... Продолжение следует...